ребята мы продолжаем наш урок и сейчас у нас урок для четвертого класса давайте с вами прежде чем мы начнем естественно наш урок разомнём наш язычок the sound teacher computer sharpener answer the sound pencil desk lesson question textbook the sound school ruler to the sound book textbook workbook look put good for you молодцы давайте с вами вспомним название школьных принадлежностей тетрадь workbook учебник textbook карандаш pencil краски paints ластик рабе пенал pencil box ручка пен цветные карандаши colored pencils линейка руле словарь dictionary точилка pencil sharpener я надеюсь вы вспомнили название школьных принадлежностей и сейчас я хочу задать вам загадки чтобы вы могли отгадать что чем мы можем это делать что вы можете смотреть и на уроке и дома видео чем вы можете рисовать красочные картинки цветные карандаши конечно где вы можете читать тексты и выполнять много упражнений конечно же в своем учебнике и по-английски он будет текст-бук you can put your pens, pencils and rubbers in it куда вы можете сложить все свои ручки и карандаши конечно в пенал in english it is a pencil box you can write your homework using it вы пишете свои домашние задания используя что of course pen конечно вы используете ручку you can draw pictures using it вы используете его для рисования это конечно же карандаш it is a pencil you can rub words and lines using it а что вы можете использовать для того чтобы убрать неправильные линии или слова это конечно же стерка you can translate new words using it а что вам помогает переводить слова с русского на английский или с английского на русский it is a dictionary конечно это словарь so I see that you know all these things rather well я вижу что вы знаете название всех школьных принадлежностей но давайте себе представим что у вас нет какой-то школьной принадлежности и вам нужно ее попросить у кого-нибудь как мы сможем это с вами сделать давайте подумаем вместе если например вам нужен карандаш вы можете его попросить у своих одноклассников используя такую фразу could you give me a pencil please не мог бы ты дать мне карандаш пожалуйста could you give me a pencil please repeat after me повторяем за мной could you give me a pencil please и когда нам передадут карандаш мы непременно должны поблагодарить и сказать thank you could you give me a pencil please thank you давайте теперь попробуем попросить ручку как мы скажем could you give me a pen please repeat after me could you give me a pen please а если вдруг мы забыли дома учебник мы тоже можем его попросить у наших соседей could you give me a textbook please could you give me a textbook please good for you давайте теперь попросим цветные карандаши чтобы разукрасить рисунок could you give me a colored pencils please could you give me colored pencils please good for you теперь вы знаете как мы можем попросить что-то из школьных принадлежностей если вдруг мы их забыли дома а сейчас я вам прочитаю рассказ а вам нужно будет подумать печальный он или веселый рассказ называется the best time for apples лучшее время для яблок the children were at a lesson at a country school the lesson was about the seasons of the year there are four seasons in a year said the teacher they are spring summer autumn and winter in spring it's warm and the trees are green in summer it's hot and there are a lot of flowers in the fields in the parks and in the garden in autumn there are a lot of apples they are red and sweet and good to eat in winter it's cold and it's snow suddenly the teacher stopped and looked at john john stop talking now answer my question when is the best time for apples it's when the farmer isn't at home and there is no dog in the garden said john а теперь ответьте мне пожалуйста веселая эта история или грустная я думаю что каждый из вас ответит конечно что это веселая история потому что самое лучшее время для яблок это когда нет фермера дома и его собаки в саду I think that you are tired я думаю что вы уже устали let's have a rest let's dance together давайте с вами вместе станцуем начнем when if you have a band you know收 clap if you have a band you know ten and you really want to shout if you have a band you know t clap your hands if you have a band you know stamp your feet if your hand you know Субтитры сделал DimaTorzok 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 Good for you! Молодцы! Продолжаем! А сейчас, ребята, давайте вспомним грамматику. Мы с вами уже изучали прошедшее время, и вы наверняка помните, что в английском языке существуют правильные глаголы и неправильные глаголы. Давайте повторим, как они образуются. Правильные глаголы у нас образуются при помощи правила, при помощи добавления к слову окончания иди. А вот неправильные глаголы у нас потому и неправильные, потому что они образуют форму прошедшего времени совсем не по правилу. Давайте с вами вспомним форму прошедшего времени некоторых глаголов. Глагол count. Форма неправильного прошедшего времени будет counted. Глагол ask. Форма прошедшего времени будет asked. Глагол listen. Форма прошедшего времени будет listened. Глагол speak. Прошедшее время spoke. Глагол read. Прошедшая форма read. Learn. Прошедшая форма learned. Draw. Прошедшая форма drew. И последний глагол tell. Прошедшая форма told. Я думаю, вы вспомнили, как образуются правильные и неправильные глаголы в прошедшем времени. А теперь давайте с вами выучим новую тему. Сегодня мы поговорим о таких словах, как this и these, that и those. О людях или предметах, которые находятся рядом, следует говорить так. This boy – этот мальчик. This textbook – этот учебник. These girls – эти девочки. These pencils – эти карандаши. О тех людях и предметах, которые находятся далеко, следует говорить. That man – тот человек. That pen – та ручка. Those women – те женщины. Those pencils – те карандаши. А теперь давайте с вами поиграем в игру. Будем называть предметы, которые находятся близко и далеко. Сначала близко, а потом далеко. Например, rubber – ластик. Скажем сначала о ластике, который лежит рядом. Этот ластик. This rubber. Теперь мы отойдем от ластика, и он встанет от нас далеко. И мы скажем тот ластик. That rubber. Dictionary. Этот словарь. This dictionary. Тот словарь. That dictionary. Textbook – учебник. Этот учебник. This textbook. Тот учебник. That textbook. А теперь давайте поговорим о множественном числе. О предметах во множественном числе. Например, давайте скажем эти ручки. Те ручки будут у нас those pens. Эти карандаши. These pencils. Те карандаши. Those pencils. Эти учебники. These textbooks. Те учебники. Those textbooks. Я думаю, вы запомнили это правило, и будете теперь верно употреблять слова this, that, these и those. А сейчас, ребята, я вам прочитаю сказку. The king and the cheese. Listen to me, please. Once upon a time, in a faraway country, there lived a king. He lived in a beautiful palace. He had everything he liked. He liked cheese best of all. His cheese makers made the best cheese in all the land. Everyone in the palace could smell the cheese. Everyone in the town could smell the cheese. Everyone in the country could smell the cheese. One day, a little mouse smelled the cheese. He told all his friends about the cheese. Soon, every mouse in the country ran to the palace. The mice were very happy. They lived in the palace and ate the king's cheese. But the king was not happy. He called his wise men and asked them, How can I get rid of these mice? That's easy, said the wise men. We know how to get rid of them. And the wise men brought in cats. Big cats, little cats, fat cats, thin cats. The big cats, the little cats, the fat cats and the thin cats all began to chase the mice. They did very good work. Soon, all the mice ran out of the palace. Now, the cats were very happy. They liked to live in the palace. But the king was not happy. He didn't want to live with the cats. The king called back his wise men. How can I get rid of these cats? He asked them. That's easy, said the wise men. We know how to get rid of them. The wise men brought in dogs. Big dogs, little dogs, white dogs, spotted dogs. The dogs chase every cat out of the palace. Now, the dogs were happy. They liked to live in the palace. But the king was not happy. He didn't want to live with the dogs. Once again, the king called in his wise men. How can I get rid of these dogs? He asked them. That's easy, said the wise men. We know how to get rid of them. The wise men brought in lions. The lions, big lions, little lions, fat lions, thin lions. The big lions, the little lions, the fat lions, the thin lions all began to chase dogs. They did very good work. Soon all the dogs ran out of the palace. Now, the lions were happy. They liked to live in the palace. But the king was not happy. He didn't want to live with the lions. Once again, the king called in his wise men. The wise men, how can I get rid of these lions? He asked them. That's easy, said the wise men. We know how to get rid of them. The wise men brought in elephants. Big elephants, little elephants, thin elephants, fat elephants. The big elephants, little elephants, the thin elephants all began to chase the lions. They did very good work. Soon all the lions ran out of the palace. Now, the elephants were happy. They liked to live in the palace. But the king was not happy. He didn't want to live with the elephants. Once again, the king called in his wise men. How can I get rid of these elephants? He asked them. That's easy, said the wise men. We know how to get rid of them. The wise men brought in mice. The mice chased every elephant out of the palace. But now the poor king was right back where he started. Mice, mice, they were everywhere. Mice, mice, eating his cheese. What can I do? The king thought. For three long days, the king said and asked himself that question. After three days of thinking, he thought of the only answer. The king called all the mice together. Listen, mice, let's make a deal, said the king. I'll learn how to get along with you. And you'll learn how to get along with me. From then on, the king shared his cheese with the mice. And the mice learned to eat with very nice manners. А сейчас, ребята, ваше домашнее задание будет такое. Вам нужно будет написать список пяти предметов школьных принадлежностей, которые вам понадобятся в школе. А затем вам нужно будет написать еще список пяти принадлежностей, которые вы могли забыть дома случайно и вспомнить вопрос, который мы задаем, чтобы попросить у кого-то то, что вы забыли. The lesson is over. Goodbye.